здравствуйте уважаемые друзья надеюсь слышно видно дайте обратную связь все ли в порядке все ли слышно эфир у нас сегодня будет достаточно интересный будет посвящен стопе галеностопному суставу ну и собственно поговорим мы сегодня с человеком который не понаслышке знает то о чем мы собственно будем вот он потихонечку присоединяется ну и хотел бы сразу сказать что обязательно где-то к концу эфира ожидайте что что же это такое кирилл исеевич неужели это стопа с плюсной и предплюсной но вы больше не ради чего меня не зовете вот приходится слушай на самом деле давай а лаверды такое нам обоим наверно отвешу но в первую очередь тебе у нас во время двадцатого года небезызвестного всем самый первый эфир прямой и мой вообще впервые был именно с тобой вот сейчас двадцать первый год и тоже с тобой первый эфир прямой как ты думаешь ну да коллеги напишите слышно ли нас все ли в порядке видно ли нас там мы двигаемся не двигаемся и так далее плюсики просто хотя бы три-четыре штучки поставьте и мы будем счастливы сразу хотел бы отметить что этот эфир естественно будет записан и собственно в дальнейшем свои комментарии также можете оставлять в комментариях что самое удивительное кирилл алексеевич давайте представлю и вы прежде чем представлять коллеги еще раз эфир будет записан для тех кто сейчас присоединяется я сейчас чуть-чуть выключу комментарии буквально полчасика чтобы поговорить тет-а-тет так скажем с кирилл сечем чтобы позадавать свои вопросы которые уже есть рассказать зачем мы вообще собрались в принципе а потом мы собственно включим комментарии и поспрашиваемся вместе еще ну или вы поспрашиваете нас не против кирилл сеч так сделаем да да слушай меня нормально видно да я вижу я слышу да все отлично давай вот как поступим вы кирилл сече шлыков так ли это я сознаюсь это я отлично вы являетесь всея на руси на стоповедом и подошвенно фасоведом и анти плоскостопочником но говорят что то отлично ну и в общем и целом вы эксперт по стопе не могу не согласиться отлично ну собственно на настоящий момент времени вообще в принципе с этим сложно поспорить потому что достаточно большое количество уже и семинаров проведено тобой и уже есть одно такое почти учебное пособие скорости я так слышал будет вообще чей-то труд но да все все впереди на самом деле собрались мы для того чтобы поговорить по поводу анатомии биомеханики стопы голеностопного сустава и в общем и целом хотел бы отметить что это достаточно наушники одену говорят слышно хорошо да без проблем да да и я свою очередь коллегам пока вот кирилл сеть у нас готовится хотел бы отметить что это достаточно важный регион и даже не столько для просто так вот знаете тренд давайте поговорим про стопу нет потому что я вот допустим на своем примере могу сказать что я в основном работаю с областью позвоночника крупными суставами работаю со спортсменами в основном но и так также с гражданским населением и казалось бы ну со стопой вряд ли ко мне кто-то может прийти достаточно большое количество пациентов которые приходят с боли в коленных суставах или недомоганиях да в области коленных суставов когда их начинаешь смотреть оказывается что у них какие-либо тендениты различного рода варусы или вальгусы в положении в области стопы и голеностопного сустава и получается что начинаешь тестировать тем или иным способом про это мы сегодня собственно поговорим и дальше оказывается что у них есть какие-то там проблемы вот самый простой пример кирилл нормально слышно я слышу вы меня слышите нет ну я тебя точно слышу вот самый простой пример у меня вот буквально на прошлой неделе была девушка пациентка пришла с мамой и там 16 с небольшим лет то есть за все по закону с мамой было и жалоба была следующая то что болит область и вот здесь кирилл мне к сожалению нет муляжа я привык на кисти показывает поэтому сориентируем телезрителей соответственно у меня есть стопа я буду уточнять по стопе но кисть принципе неплохо дополняет нашу стопу поэтому условно будем считать что кистевой сустав то нас голеностопный это головки плюсневых костей фаланги пальцев ну а дальше разберем я предлагаю отлично супер и собственно девушка жаловалась на то что она когда начинает прыгать то есть ну как бы приподнимается в воздухе она спортсменка а значит у нее начинает болеть вот здесь и она как бы показывает ровно посередине тыла стопы то есть там где по идее вроде должны располагаться мышцы сухожилия мышц разгибателей пальцев ну я собственно подумал учеб не провести сразу стандартный тест да попросил пациентку значит пальчики на себя и проверил вот здесь я могу ошибиться потому что я так себе эксперта именно здесь длинный длинный короткий или поверхностный глубокий разгибатель длинные короткие а окей вот я соответственно посмотрел на дистальном отделе на проксимальном отделе вот ну все тесты да на длинные короткие они у нее полностью отрицательны то есть она говорит нет ничего не вызывает я думаю интересно может быть это какая-то отраженная боль безусловно перед этим я сделал естественно там ортопедические тесты после этого просил давайте мы как бы ножку раскосолапим то есть для того чтобы проверить малоберцовую группу мышц ну и собственно давайте подавим даже в момент вот этого движения говорит о вот вот у меня появилась боль я говорю как интересно и дальше собственно прошел просто пальпаторно с двух сторон по сухожилию по сухожилию ямну или сухожилию малоберцовой группы мышц и дальше на они говорят о у меня вот той стороны где болезнь а он говорит вот вот сейчас начал болеть я говорю у вас же болит здесь он говорит только у меня здесь и болит я при этом чуку и вот здесь я говорю но окей и отлично вот отсюда следствие что я все к чему веду что знание анатомии это не просто такая вот какая-то муличка рада то что я знала на том ее красавчик это имеет ну непосредственно прикладное значение ну и собственно кирилл у меня к тебе теперь вопрос я такой свой кейс как как мотно говорится, рассказал. Как считаешь, зачем подологам и педиатрам знать анатомию? Можешь просто выучить 4 мышцы, 5, и лечить тендениты. Я бы сказал так. Для меня на сегодняшний день анатомия – это базисная наука без знаний, которой практически вы не можете ничего. Максимум, что можно делать, не зная анатомию, это лечить по неким стандартам, принятым, да, то есть начиная от диагноза в МКБ-10, которой половины даже нет того, что есть, а половину можно выкинуть как лишнее. Но самое главное, даже поставив диагноз, вы не сможете справиться с проблемой, потому что все, что мы знаем, все, что мы можем сделать с человеком, оно обязательно должно быть, я не знаю, есть ли такой термин, я его назвал так – анатомизация проблемы. То есть мы всегда должны понимать, из чего она исходит, потому что мы все-таки живем в материальном виде, безусловно, какие-то воздушные и энергетические структуры существуют вокруг нас, но человеческое тело в первую очередь, да, то есть это материальный объект, физический объект и, соответственно, именно анатомия – это, наверное, та единичка, которую, естественно, можно еще больше делить, например, на те же гистологии, но это минимальная единица, которая позволяет вообще понять, от чего исходит жалоба. И, например, я на приемах, если это не оценка биомеханики, не оценка ортопедии, то есть когда нету жалоб как таковых, если пациент приходит ко мне жалоба, и первая цель, которая всегда ставится – это найти анатомическую структуру, и здесь ты абсолютно прав. Вот. А дальше все очень просто, я такую схемку, если позволишь, скажу, я ее всегда рисую на семинарах, что такое диагностика, да, то есть диагностика, по сути, это всего лишь сравнение. Нормальная анатомия, анатомия человека, который к вам пришел. По сути, банальное сравнение, сколько здесь пальцев, сколько здесь пальцев. Вот. А гнуться они не гнутся, да, то есть достаточно банальная, хотя вроде бы считается диагностика – это сложно. Это первый момент. А второй момент – такое сложное слово, как патогенез, да, то есть многих оно отпугнет, но мы расшифруем, что это развитие заболевания, то есть непосредственно с того, это просто определенное стечение причинно-следственных связей тех же анатомических объектов. То есть, словно, если мы вспоминали сейчас про сгибатели-разгибатели, если у тебя там перестают работать сгибатели, да, то есть у тебя выходит в этом направлении, все переразгибается и, соответственно, запускает ряд проблем. То есть любая, я в принципе на сегодняшний день готов, по крайней мере, за стопу ответить, что любая патология ортопедическая, возникаемая в стопе, это проблема, которая идет по пути, скажем так, физиологических движений, либо травмы извне, а соответственно и анатомия также является здесь, ну, неправильной, она извращенная, как и движение физиологии, но, по сути, она лежит в основе. Но самое главное теперь в обратную, да, то есть, а патогенез вроде понятно, а лечение. Так вот, лечение это ситуация, когда мы направляем формирование проблемы, патогенез, в обратную сторону. Банальный пример. Если у меня согнули пальцы, чтобы избравить, я должен их разогнуть. Если у меня палец сместился в эту сторону, чтобы исправить, я должен выставить в эту сторону. И получается, что вот это такая формула, я рисую там четыре данных. По сути, в этой формула неизвестное остается всегда лишь одно – нормальная анатомия. И поэтому нормальная анатомия, наверное, вот последний год, в том числе, может быть, благодаря карантину, я очень плотно занялся анатомией стопы, вышло несколько продуктов, да, то есть в этом направлении. И я чем больше туда копаю, тем больше понимаю, насколько она великая и насколько она важная. Поэтому любому специалисту, неважно даже без названия, который хочет прикоснуться к пациенту, я считаю, он должен знать стопу, и он должен знать анатомию стопы. Вот, в общем, моя мысль. Да, прости, пожалуйста, или ты закончил? Я, как всегда. Я понял. У меня к тебе, собственно, вопрос. Вот смотри, ты, я привязываюсь к словам, ты сказал о том, что, по сути, своя диагностика – это сравнение анатомии пациента с нормальной анатомией. Сейчас сразу же ты добавил, что, ну, анатомия – это там великая, глубокая вещь, которую было бы неплохо все-таки знать всем специалистам, которые так или иначе работают в области коленостопного сустава и стопы. И вот, как бы, прежде чем мы начнем обсуждать вкратце, понятно, биомеханику, да, этих регионов, у меня вопрос. А нормальная анатомия у всех одинаковая? Есть варизация, но все равно, то есть здесь, опять же, очень важно, и вот, кстати, вот у меня сейчас идет марафон, где мы, я людям как раз анатомию объясняю. К слову говоря, о том, сколько может быть анатомию, этот курс у меня длится уже четвертую неделю, будет пятую. То есть пять недель мы обсуждаем анатомию стопы, да, то есть я понимаю, что это минимум того, что можно обсуждать. Так вот, я говорю, что есть разные уровни посмотреть. То есть если посмотреть на большинство стоп как глобальный уровень стопа, то там отличий практически нет. У нас у всех пять пальцев, у нас у всех есть та форма, которую мы приблизительно считаем нормальной. Дальше начинаем углубляться, а вот там начинаются уже нарушения. И чем глубже, тем этих нарушений, вернее, нарушений, я сказал так, отличий больше. Поэтому если мы возьмем две кубовидные кости одного и того же человека, да, то есть вот она раз на мульте, я возьму там твою когда-нибудь, или свою посмотрю на КТ. Хорошо. Вот. Я думаю, отличий именно на уровне бугорок, бугорков, каких-то там нюансов будет у каждого. То есть, наверное, в этом плане аналогичных вещей нет. Примерно как форма носок. Но в своем принципиальном строении, да, что будет влиять непосредственно биомеханику, в нормальной стопе вариантов не так много. Ну и вот здесь тоже важный фактор хочу немножко упомянуть. Недавно прослушал по поводу полиморфизма, так называемый. Все помним из курса биологии, что у нас с каждого есть геном, есть гены, но они все проявляются какие-то общие признаки, да, то есть называется фенотип. Так вот, как раз окружающая среда образует вот эти фенотипы. И мы действительно все друг друга отличаемся, имея полный набор генов, да, то есть, но принципиально строение у нас всех одно, да, то есть у нас две конечности, пять пальцев на каждой конечности. Вот здесь вот такая граница, которая крайне важна. Но что я хочу заметить? Я хочу сказать, что это, вот эта именно изменчивость, да, то есть процессе развития, она играет для нас, для людей, занимающихся стопой и для страданий пациентов, которые болят стопы, злую шутку. Почему? Потому что я всегда говорю, что стопа это самая сложная часть нашего тела. Почему? Потому что количество элементов, которые есть, да, то есть только на уровне два костей, это одна пятая скелета. И это уже сложно. Но многие возражают, что есть, например, кисть, да, то есть которая также состоит примерно с такого набора костей. Но вот разница как раз это ответ на твой вопрос. Если мы возьмем ребенка, его развитие кисти в процессе жизни, там, я не знаю, на экспертов спросить, сколько кисть развивается, да, то есть за взрослого, но возьмем 15 лет. Так вот, за вот эти 15 лет кости принципиально не меняют свои формы. Усиливаются мышцы, растет размеры, не меняется. Стопа сложна тем, что в процессе развития ребенка за 9 лет жизни, за 9 лет жизни, меняется принципиально другое строение ряда костей. Там бедренная кость, кости голени, таранная кость. Три основные кости, которые меняют свое принципиальное значение. Но это изменение происходит как раз под окружающей средой. Как человек движется, в чем он ходит, какая активность у него. И получается, что на самом деле вот эта взрослая анатомия, которую мы видим у взрослого, это претерпевающее изменение детской анатомии. И неизвестно, на каком этапе пойдет либо сбой вообще в неправильном направлении, либо она приостановится. И что получается, что если у взрослого человека кисть примерно там, ну практически строение такое же, как у ребенка, и соответственно все будут похожи, то вот в этом плане отличия стоп, они иногда бывают значительные. Но еще раз повторюсь, принципиально третья кость там где-нибудь у нас не вырастает. То есть набор костей одинаковый, примерно их сочетание одинаковое, меняется их форма, но форма, она очень сильно влияет и на функцию потом. Слушай, ну здесь просто глупо, преступно было бы сейчас не сказать, если вдруг коллеги не в курсе, да, у нас 16 числа, то есть это во вторник в 10 часов утра по Москве с тобой и с анатомом состоится вообще в принципе кадаврный курс, то есть диссекционный курс на трупном материале, где мы вот это все посмотрим. И моя лично цель этого курса, помимо всего прочего, также еще оценить так называемые мифы, анатомия, про которые я уже достаточно много в эфире говорил и с тобой делился, мне интересно посмотреть, может там у русскоязычного населения или там в России вдруг что-то поменяется, да, вот привезли из Америки трупный материал, вдруг в России что-то поменяется, потому что даже вот понятие вот этого удерживателя сухожилий, да, который там у нас выделен вот просто как вот такая вот белая муфта, его по сути свои-то и, ну, не существует. И в этом плане это достаточно интересно будет, тем более, что мы достаточно много пальпируем, да, прежде чем что-то сделать. Здесь полностью об этом. Да, это классно, Миша, я тоже хочу от тебя добавить, ну, естественно, я к этому вебинару готовлюсь. Я разделил, естественно, пункты, которые мы будем смотреть на несколько. Первый момент – это какие-то интересные вещи, которые я понимаю по своим семинарам, многие не знают. Второй момент – это какие-то мои маленькие мульки, которые я нахожу там через физиологию изучения рентгена КТ, которые я также хочу поделиться, но и действительно у меня целый блок напрался вопросов, которые для меня, с точки зрения специалиста, видящего клиента, да, то есть пациента, где я не могу его отпрепарировать, которые я считаю как правда, да, то есть, ну, они обоснованы в теории. Какой-то ты такой, знаешь, ортопед-теоретик, да, то есть человек занимается, теоретик, знаешь, в физике есть теоретики, я буду анатомок теоретик. Вот с точки зрения теории у меня реально много вопросов, но я очень хочу в них разобраться, потому что действительно на сегодняшний день мы можем опираться только на анатомов, да, то есть там Атласа Грея, Синельникова, Сапина, то есть какие-то крупные анатомические учебники, но, к сожалению, в них не покопаться. И вот у меня тоже, наверное, к себе будет вопрос, да, то есть к анатомам вопрос, я хочу затронуть вот эти вопросы, они частично в каком-то смысле мифические, но для меня крайне важно будет понять именно, существует это или нет, потому что, наверное, анатомия все-таки пишется совсем теоретиками, да, то есть людьми, которые не видели живого пациента, да, то есть, ну, это целое направление. И вот мне интересно как раз мой клинический, да, то есть практический взгляд перенести вот на такую базовую анатомию и взглянуть на те же вещи, которые видят анатомы, то, что мы видели в институте, но уже и сознание анатомии достаточно глубокое, и сознание практика, который знает, к чему, что можно применить. Поэтому, я думаю, это будет бомбическая вещь. Всем, кому интересна стопа, своим всем подписчикам, я всегда буду раз там видеть, я думаю, это будет очень-очень весьма познавательно, интригующе и перчено-остренько, я бы сказал. Ну да, но мы про это еще чуть поговорим, да, чуть попозже. У меня, знаешь, к тебе все-таки заявлена у нас тема анатомии и биомеханика, и у меня вопрос к тебе следующий. Вот смотри, давай сверху начнем. Есть так называемая гилка тарана, ну, условное, да, обозначение, где у нас есть больше берцовая кость, малоберцовая кость и таран. Вот у меня к тебе вопрос, как к человеку, который работает с этим, как ты верно отметил, клинически. Вообще, в принципе, малоберцовая кость, ты прости, пожалуйста, за короче, нафига вообще она, если по сути своей мы стоим больше берцовой кости, у тебя вот даже на муляже это есть, больше берцовой кости на таране. Вот она, зачем малоберцовая кость? Ну, во-первых, самый главный миф, мне касается стопы, касается наше тело, мы не стоим на суставах. Это то, что, в общем-то, многим непонятно, и с ортопедией, с институтской анатомией у нас заложилось, что мы, как кирпичная кладка, кирпич на кирпич, через сустав кость на кость становится. Это главный миф, и все зрители могут сейчас проверить. Вы встаньте и попробуйте почувствовать свою стопу или свой коленный сустав. Вы не сможете это сделать. В определенном смысле мы парим, да, то есть, соответственно, я не буду сейчас уходить туда, хотя это очень легко доказывается, и даже на объективных методах, что у нас нет контакта внутри суставов, отойдем от этого, да, то есть поговорим, что действительно малоберцовый, я, как человек, два года отработающий в Боткинской больнице, травматологом, ну, было у нас так в кулуарах, то хрен с этой малоберцовой костью, главное большоберцовую собрать, а это как шина будет там что-то делать. Действительно, с точки зрения, наверное, структурной анатомии, структурного подхода к ортопедии, малоберцовая кость вроде не обоснована, но так как ты знаешь, и, в общем-то, ты больше занимаешься коленным суставом, что малоберцовая кость чрезвычайно важна с точки зрения функции там, такая же функциональность у вас и есть в нижней части малоберцовой кости, потому что как раз вот эта стабилизация голеностопа в том числе происходит за счет малоберцовой, и обращались ли внимание, то с внутренней стороны, внутренняя лодыжка, она закрывает таран всего лишь наполовину, а снаружи она практически полностью прикрывает, то есть с точки зрения шины и ограничения движения голеностопа, это уже ее важная функция, это раз. Но есть еще более важная функция, это как раз очень хорошо, слушай, где же ты описал, Капан же, по-моему, это описал для меня впервые, не может, не факт, что это он единственное описал, что почему вообще голень двухкосная, потому что наша стопа уникальна тем, что она должна быть одновременно у одного и того же человека, то мягкая, то жесткая, то мягкая, то жесткая. Если взять голеностоп, невозможно представить какой-нибудь рычаг, да, то есть который мы дергаем, у нас вдруг хоп, хоп, залились цементом, или хоп, стали мягкие. И вот этот эффект реализуется как раз из-за двух основных факторов. Первое – это строение тарана. Напоминаю, что таран кпереди, он расходится, и, соответственно, у него трапециевидная такая форма, и передняя часть его шире. А второй момент – это как раз двухкостное строение берцовых костей. И получается, что когда у вас вилка скользит в таране, у вас, уходя вперед, стопа остается жесткая, когда она уходит назад, она остается более-менее мобильная. Но здесь тоже нужно помнить, что, естественно, она не имеет, во-первых, огромной свободы движения, но самое главное, что вот это заднее положение, когда она находится в узкой ее части, стабилизация приходит при помощи задней большеберцовой мышцы, которая их механически держит, но уже с точки зрения мышцы. И, наверное, основной момент, то есть функция малоберцовой кости как раз связана с этим функционированием. То есть переключение достаточно быстрое от жесткой стопы к мягкой стопе. Слушай, у меня тогда, смотри, вопрос немного странный будет для человека, который прошел достаточно большое количество семинаров по различного рода суставным мобилизациям. Вот есть у большинства там четырех или пяти мировых техник, да, там Маллиган, Маккензи, Кальтенбурн-Эвант, Майтланд, Сириакса, если мы возьмем как родоначальника, есть понятие качения и скольжения в суставе. И, собственно, у нас в каждом суставе по их философиям есть и качения и скольжения. То есть, ну, на примере, там, допустим, вот фаланги, да, нам для того, чтобы разогнуть ее, нужно сделать так называемое качение вот этой косточки дистального отдела относительно вот этого сустава наверх, и скольжение в данном случае тоже будет наверх. То есть, грубо говоря, у нас происходит вот такая вот история. Если мы возьмем, допустим, голеностопный сустав, то, ну, в данном случае у нас будет немного наоборот. Если у нас будет качение кпереди, то есть мы разгибаем ногу, то скольжение будет сзади. Вот у меня теперь вопрос. Как считаешь, насколько обоснована вообще, в принципе, вот эта философия не с точки зрения теории, а с точки зрения все-таки практики, ты вскрывал физически, открывал, видел физически, что там находится. Неужели настолько вот это скольжение, вот это вот смещение, 10 раз смести, и как бы у тебя сустав заработает, действительно оно важно? Слушай, ну я практически как реабилитолог непосредственно это не работаю, но я могу сказать по поводу как раз малоберцовой кости и ее движения один интересный факт. Мы в голове держим, что у нас малоберцовая кость с большеберцовой расходятся и сходятся. То есть я так понимаю, это можно назвать как раз скачением. Но еще... На самом деле больше вот такое вот у них движение, как бы больше... Я понял. Там просто фишка в том, что если мы возьмем внутреннюю наружную лодыжку, во время ее размыкания, то она на самом деле, я на своей руке покажу, чтобы было больше понятно, делает вот такие движения. Она крутится в трех плоскостях. Она смещается вверх и вниз, она делает ротацию вокруг своей продольной оси, и также, соответственно, она смещается еще на раскрывание, то есть как бы отклонение. Поэтому, безусловно, работая с лодыжками, работая с голеностопным суставом, ее боковой стабилизацией, то есть эти все техники абсолютно выполнимы, я думаю, будут приносить. Но здесь еще один интересный факт, он не столько с точки зрения анатомии будет открываться, сколько с точки зрения физиологии. Что голеностоп у вас очень тесно связан с двуми другими суставами через сторонную кость. Это таранно-ладивидный и подтаранный сустав. И здесь определенный момент, и вот в этом, может быть, еще такая сложность стопы заключается, что невозможно в активе представить движение этих трех суставов изолированно. И поэтому, говоря про стопу, то есть когда мы говорим про один какой-то сустав плечевой, я понимаю, что он тоже гораздо сложнее, чем я это как ортопед представляю, но там все равно как бы одна кость, она вот как бы движется и все. Но здесь получается у тебя целый конгломерат трех основных суставов, и ты не можешь ничего практически сделать, не учитывая другие. И здесь вот всю систему нужно выстраивать. Ну, это как бы такой момент. Я не знаю, что сейчас с тобой будет, но я сейчас хотел бы именно в этот момент поговорить о подвижности костей черепа. Знаешь, почему? Потому что небезызвестный, как ни странно в этом эфире, небезызвестный нам всем Дмитрий Евгеньевич Мохов, главный у стопатом, значит, России, на одном из последних своих семинаров в Москве, где я имел честь присутствовать в виде участника этого семинара, сказал у стопатом, что, я сейчас очень грубо, немного фамильярно, ребят, давайте заканчивать заниматься вот этой шизофренией в плане подвигаем затылок или подвигаем височные кости. Они не могут двигаться по отдельности, ну, представим, что кости черепа там двигаются ровно так, как это представлять. Они не могут двигаться по отдельности, они все по определению двигаются вместе, но невозможно взять и вычленить. И шарик, который вот так вот делает, одну только часть. И здесь у тебя просто очень хорошая, ну, очень схожая вот это вот понимание. И я вот, собственно, к чему это веду? Вот правильно ли я понимаю, что, допустим, мы берем там специалист по какой-то из модуляционных техник, берем, допустим, подтаранный сустав. Давай, на всякий случай, в двух словах, чтобы у нас хватило времени. Подтаранный сустав – это сустав между таранной костью и пяточной костью. Правильно я понимаю? Пока да. Правильно ли я понимаю, что вот здесь условно для очень многих зарубежных специалистов эта часть называется, как ты это называешь подтаранный сустав задней капсулы или задней камерой таранной кости. Но они это так называют. Не просто слышал такой термин, поэтому буду сейчас пытаться понять. Да, они считают, что есть таран, есть задняя камера между тараном, грубо говоря, сустав между тараном и пяточной костью, и передняя камера между тараном и костями плюсной, предплюсной. Что ближе? Плюсной или предплюсной? Таран ладивидный. Внутри предплюснивая. Ну да, ну да. И, соответственно, у меня вопрос. Правильно ли я понимаю, что если вот это, вот это и вот это работают совместно, то, мягко говоря, странновато исправлять дисфункцию, качая только вот здесь. Наконец-таки ты ошибся. Ну давай. Ты даже, твой интернет даже с ума сошел. Смотри, хитрость в том, что в отличие от костей черепа, да, то есть все-таки соединение, сочленение отдельных костей существует. Поэтому есть такой хитрый момент, что маловероятно, это нужно прямо так обладать своим телом, что, ну я даже не знаю, такие движения, возможно, изолированы в активе, то есть когда ты двигаешь с тобой, но в пассиве они все осуществляемы. Я к этому и веду, что в активе действительно, как я вот сказал, как шестеренки с друг другом двигаются, это и есть. Но определенная свобода в каждой кости относительно другой присутствует. Поэтому лично я могу взять пяточную кость и проводить движение только в пяточной кости. То есть поэтому по таранам суставе возможно. Плюс, если мы затронули уж по таранам сустав, нужно понимать, что он очень сложный. Это, мягко говоря, как минимум в три фасетки только выделяют. И по сути, если мы привыкли, там, считай, там, плюс не фаланговый сустав, где он скользит и скользит, а с точки зрения, я надеюсь, мы это либо откроем, да, то есть либо я на муляже покажу, но я... Да, покажем прямо сейчас. Мне нужно развинтить свой сустав, либо найти развинченную кость. Ну, я не могу, у меня закрыт. Не могу, никак, Миш, не могу. Мне нужно винты вытаскивать, чтобы это все развалилось, да. Но глобально, я могу сказать так, по тому же Капанджи самое простое сравнение, что в задней части под тараном сустава это цилиндр, который располагается в одной плоскости, а передняя шар. И вот теперь даже представь, да, то есть у тебя в одной и той же стальной плоскости половина двигается как цилиндр, а вторая как шар. И, по сути, в этом под тараном сустав, он, если так можно сказать, он почти не обладает полной конгруентностью, потому что в каком бы положении не ходилось пяточная таранная кость относительно друг друга, она будет неконгруентна по другой какой-то части. Поэтому там свобода движения точно большая, голеностоп тоже, и, в принципе, поперечный, чуть меньше, но достаточно обладает. Поэтому все-таки здесь все вот эти методики реабилитации, они правы утверждая тем, что возможно, да, то есть промобилизировать, вплоть до того, что, ну, в принципе, если кому-то сказать, да, то есть кто не занимается функциональной медициной, что между кубовидной и ладивидной костью, да, то есть между ладивидной и кубовидной костью есть подвижность, ну, я бы как ортопед лет 10 назад сказал ку-ку. Но я сам кладу сюда пальчики, и, безусловно, это движение миллиметры, но оно присутствует, оно есть, и оно складывается. И вот здесь тоже, может быть, такой маленький нюанс, интересно, анатомический, что в любом суставе предплюсны, да, то есть вот в этих костей, движение относительно друг друга, оно реально изменяется миллиметрами. Но наподобие, как и в позвонках, которые смещаясь всего на 2 градуса друг от друга, дают большой объем движения, вот отсюда появляется. Поэтому уникальность именно подвижности стопы не в размашистости движения, иначе у нас не могло быть быстрой стабилизации. А как раз мелкое движение в каждом суставе, которое возможно, часть из них идет изолировано, но только в пассиве. Поэтому здесь важно как раз для наших зрителей понимать, что то, что я говорю, что движение возможно в каждом суставе, это только про пассивные движения. В любой активном движении практически, наверное, нет у нас ни одного сустава в стопе, где можно было подвигаться. Я вот на марафоне единственное вывел такую формулу. Условия, да, то есть в каком суставе можно двигать изолировано в стопе, хотя глобально в любом. И формула звучит таким, правило, да, то есть какой сустав может двигать активно изолировано. Первое. Сустав должен обладать именно мышечной фиксацией, то есть, например, как плечевой сустав, как голеностопный, да, то есть заленый. То есть там вся фиксация исключительно мышечная. И второе условие – это движение низкоамплитудное. То есть, например, если мы возьмем там плечнефаланговый сустав на стопе, и я буду двигать им в небольшом объеме, то действительно он будет двигаться изолировано. Но как только объем начнет двигаться, в большей степени, то вся стопа начинает приходить в движение. Поэтому, а вот как бы так. Правильно ли я понимаю, я сейчас немного карабольную мысль скажу для тех, кто сейчас смотрит, я скоро открою комментарии, и для тех, кто посмотрит нас в записи, что мобилизационные техники имеют место быть, неважно по какому автору они. Они классны, когда... Классны, классны, замечательны. Когда ты работаешь в пассиве, и когда каким-то образом ты оцениваешь, что действительно в этом суставе чего-то не хватает. Но воздействие этой мобилизационной техники, мягко говоря, бессмысленно в том суставе, в котором нет мышечного компонента, а есть только связки, и от того, что ты его в пассиве покачал, вот как-то в какую-то там сторону, он в любом случае во время активного движения встанет все равно в ту же самую позицию, с которой и пришел пациент. Ну, здесь нюанс причины как раз. И тоже я хотел наших мануальных коллег заниматься мануальными техниками, скажем так, насторожить на одну проблему, свою любимую фразу, что у нас всегда есть нюанс. И самый главный нюанс, что если вы видите блок сустава, это еще не значит, что в этом суставе есть проблема. Очень многие вещи, они возникают вторичные. И банальная мобилизация постоянно в одном и том же суставе приводит к его нестабильности, потому что вы постоянно к этому возвращаем. И вы не убираете первопричину, не убираете проблему, а добавляете лишь новую. Есть одна цепочка интересная. Если позволишь, расскажу, либо потом как-нибудь мы лучше, может быть, на кадавере это обсудим. Слушай, мы, во-первых, с тобой вот эти все цепочки обсудим, ну, первично с тобой обсудим на следующем нашем эфире, который мы не заканчиваем, который состоится в следующую пятницу и будет посвящен диагностике и отчасти лечению, потому что за час невозможно это все рассказать. И там вот эти моменты мы все простроим. Я свой опыт расскажу, хоть я и нечасто работаю со стопами, но с голеностопными достаточно часто. Ты, безусловно, поделишь своим экспертным мнением. У меня, знаешь, к тебе вопрос следующий. Мы вот сейчас потихонечку, по идее, переваливаем за экватор эфира, и по-хорошему мы бы должны сейчас уже начать говорить про связки, мышцы, фасциальные какие-то футляры, значимые они, незначимые. Но вот меня вот все-таки подмывает тебя спросить. Вот скажи, пожалуйста, до того момента, пока люди, допустим, не слышали наши эфиры, даже не знали о каких-то мобилизационных техниках, вот, допустим, были какие-то проблемы с областью, ну, я не знаю, областью между третьей фаланговой костью, максимальным ее отделом, и между костями более дистально предплюсно или плюсно? Третья фаланговая, это где? Которая вот эта, вот здесь. Проблема вот здесь. Плюс с ним, ты имеешь в виду. Тьфу, прости, пожалуйста, плюс с ним, это я оговорился. Вот, проблема вот условно вот здесь. Вот ничего не беспокоит, и вдруг какой-то... Ну, там, да, 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 да. Нет, стоп, чуть ниже. Чуть ниже, 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 еще, еще, еще. Отлично, вот тут, вот там. Прекрасно, вот прекрасно. Так. Вот ничего не беспокоило, ну, или, там, беспокоило, условно, там, подошвенный ФСИ, там, ударную волну делали, там, тысячу лет, и все было классно. Здесь, значит, приходит пациент к специалисту, специалист видит то, что это вот к тому вопросу, который ты поднял, что блок, дальше начинает, там, что-то где-то шатать, этому специалисту кажется, что все расшаталось, все классно. Дальше пациент делает какие-то, там, движения, и дальше на следующий день приходит, по сути, связь с тем же самым, снова с блоком и так далее. Вот в данном случае это все-таки история про завышенные надежды к этой мобилизационной технике, или все-таки это история про некорректную диагностику и, там, бессмысленность вообще этой мобилизационной техники в этом регионе? Скорее второе. Бессмысленность, потому что мое глубокое убеждение, если я нашел лог, который является первой причиной, и устранил его, оно ниоткуда не везнется. Я очень жестко и в своей, как бы, практике, в обучении преследую такую вещь, как причинно-следственная связь. И мое мнение, то, что когда-то высказал Эльберт Эйнштейн, что ничто ниоткуда не берется, никуда не уходит, да? То же самое в нашем теле. И как пример, есть такая патология, как раз стеопатическая, твоя любимая, передняя вилка или передний таран, да? То есть, но, если это объясню, в чем суть. При микроскопическом, именно микроскопическом, даже не виденном на рентгене, смещении вилки берцовых костей вперед или назад, блокируется голеностопный сустав и автоматически все остальные. Очень яркая картина, ощущение тяжести, отечность, боли в приходьбе, блокировка всего остального, потому что один сустав блокируется все остальное. Так вот, для меня две основные причины, мы не берем, что идет сверху, в одной стопе. Две причины, почему это может произойти. Первая причина – нарушение биомеханики костей, которое приводит к выведению тарана в какое-то положение, соответственно, блокировке таранной кости. Это первое. Это, естественно, требует поиска. Вторая причина, очень частая, это инверсионная травма стопы, как подворот по-другому, да? Когда мы подворачиваем ногу, но, по сути, что такое инверсионная травма? Это вывих сустава голеностопного и самовправление. Повезло. Но сустав мог стать не правильной точкой, а чуть-чуть как-то кривенько. И, соответственно, сустав блокируется. Вот тебе две причины. Мануально при осмотре оба человека будут иметь заблокированные, как бы, вот эти таранные кости. Все по тестам там будут выходить либо на переднюю вилку, либо на передний таран. Скорее всего, второе. Но если это была травма, и я на своей практике так это и вижу, мобилизация этого сустава приводит к правлению, у человека все отлично. А если, например, это пронация стопы, которая также будет, завал стопы вовнутрь, приводить к такой же блокировке, я исправил положение таранной кости, стало легко, все классно, проходит несколько недель, человек приходит опять же с той же проблемой. И это как самые такие яркие вещи, но вот такой момент происходит, что блок может быть первичен, а может быть вторичен. Если он первичен, то самый крутой метод это именно решение вопроса с мобилизацией. Если он вторичен, все равно нужно искать первую причину. Слушай, у меня, знаешь, к тебе предложение. Мы его не обсуждали, и сразу коллегам, которые сейчас смотрят, и которые посмотрят, сразу говорю, что это экспромт. А давай мы с тобой вот 16-го числа, у нас, да, еще раз напомню, кадавр-курс будет, попробуем произвести мобилизацию в таранном суставе, посмотрим, насколько там вообще в реальности это ходит. Мы просто скроем, насколько это получится. То есть уберем сухожильную часть, да, мышц покрывающих спереди область голеностопного устава, и чтобы увидеть таран, собственно. И дальше попробуем сделать вот это вот такое тракционное условное воздействие, посмотрим, что там в реальности происходит, из-за чего там этот щелчок может быть и так далее. Как смотришь на это? Мы попробуем. Главное, это все вскрыть, не испортив материал вначале, поэтому нам с тобой придется послойно наши эксперименты расписывать. Конечно. Потому что у меня тоже много интересных вещей. Нет, я за любой кипиш, эксперимент. Я один из немногих докторов, тем более преподавателя, который может признать, что я где-то ошибаюсь. Поэтому я готов. Слушаю. Да. И у меня на самом деле тоже моя хотелка посмотреть те самые... Опять же, я не устаю повторять, что я благодарен судьбе, что в 19-м уже году я побыл на очном, пятидневном мероприятии в институте СТЭКа, где нам в том числе рассказывали про связки, то что, ну, мягко говоря, это искусственно выделенная структура, зачастую фасциально-соединительная тканная какая-то, которая в общем и целом описывает в учебниках, допустим, там, дельтовидная связка или там, я не знаю, такая-то, такая-то, такая-то связка. На самом деле, в реальности это очень такая плотная структура, в которой есть небольшие уплотнения в том или ином регионе. Для того, чтобы примерно понять студентам, ну вот выделили вот эти пучки. Значит, я, собственно, хотел бы точно рассмотреть, и этот вопрос мы оставим специально на сладкое, тебе предупреждаю вопрос будет, и она тому. С какого перепуга достаточно часто у нас идет с наружной стороны подворот, а не с внутренней, хотя с наружной стороны... В смысле, почему не вовнутрь? Ну да, грубо говоря, нет, имеется в виду подворот, почему достаточно часто происходит с латеральной стороны? Рвутся чаще всего латеральные, боковые, боковые и наружные связки, они внутренние. Я тебе уже ответил на эти вопросы. Я в курсе, но если вдруг кто-то не это самое, то это разберем обязательно, когда вы. У меня, знаешь, к тебе вопрос еще вот какой. Мы сейчас потихонечку, да, прежде чем открыть комментарии, коллеги, готовьте вопросы. Вопрос у меня следующий. Вот ты в рамках начала эфира сказал о том, что мышцы перестают работать. Вот, ну, давай потихонечку перейдем к мышцам. Вот как, на твой взгляд, как такое может быть? Мышца перестала работать? Ну что она? Она может сделать вот это движение, она может сделать вот это движение. У тебя же пациент не постсенсорный, правильно? Правильно. Как мышца может перестать работать? Ну, во-первых, возьми одно из самых главных злок, которые есть в стопе, но нет даже в той же кисти. Это ортопедические перчатки, которые мы носим. Вернее, это в кисти могли бы быть ортопедические перчатки, но, к счастью, на кисти их нет, зато очень превалирует в обуви. И форма обуви, которую мы носим, она далека от того, что должно быть вообще на ноге у человека. Самый там банальный факт, сравните стопу новорожденного ребенка и африканца, который бегает босиком, со стопой любого европейца, включая тебя и меня. Соответственно, форма, скажем так, меняет функцию, и, соответственно, самый главный момент, который возникает, это смещение большого пальца. А большой палец, он же первый палец стопы, это важная функциональная система, и ее дислокация приводит к огромным проблемам. Соответственно, это первый фактор, который мы должны понимать. А второй фактор, и, естественно, обувь, опять же, влияет, это ослабление мышц. А, соответственно, из-за обездвиживания мы теряем их тренировку. Несмотря на всю важность стопы, мы практически не занимаемся. Я часто провожу эксперименты, ну, я одну стопу тренировал практически идеально, вторая тоже как-то так слабенькая, но я очень часто на семинарах показываю, ребят, покажите такое движение, и показываем своей стопой. А из аудитории в 20 человек никто не может. Там даже банально, да, то сейчас зрители там немного нас смотрят, но попробуйте отвести большой палец в сторону. Это раз, и попробуйте завернуть переднюю часть стопы, это два. Да, то есть включите две всего лишь мышцы. Половина людей не может это сделать. Я уже молчу про то, что при определенности чем стоять, люди вообще не умеют двигать стопой. Это второй фактор. Обездвиживание. Отсутствие правильного движения, обездвиживание. И третий фактор, да, действительно, ты говоришь о том, что невозможно представить, что это не инсультные пациенты, но я бы сказал так. Самое главное, что забывается в нашей стопе, это управление стороны головы. И я тоже, когда только начинал работать ортопедией, заниматься стопой, я тоже, видя неработающую стопу, себе автоматически ставил равно слабая стопа, да, то есть слабые мышцы. На самом деле, если начинаем анализировать каждую конкретную мышцу, у большинства людей они в неплохом состоянии, в плачевстве силы. Но, что важно для стопы, они никогда не включаются правильно в работу. И условно, это, знаешь, как представить, там у меня телохранители, амбалы такие ходят, да, то есть прокачанные, сильные, но вот беда всегда находится в двух километрах от меня. Я уже по морде получил, а они уже подбегают. То есть они не выполняют свою функцию, хотя они сильные. то есть вот такой пример как раз связан с мышцами стопы, что многие мышцы, возьми заднюю большеберцовую мышцу, она, в принципе, ключевая, кто отвечает от удержания стопы, от завала. Но все мы заваливаемся, даже при сильной задней большеберцовой мышце. Почему? Она не включается. И получается, что самый главный провал, все-таки, даже в мышцах, это не только их сила, но и умение работать координированно с головой. И вот здесь я бы сказал, наверное, самый главный провал, который есть по мышцам стопы. Они не умеют включаться. И плюс третий, четвертый или пятый, какой же момент, это то, что некоторые мышцы в стопе, они очень сильно все дублируются, очень много синергитств. Но есть мышцы, которые отвечают за координацию. То есть, и соответственно, например, тот же подъем на пальцы, который я вспоминал, основное движение, это мышцы длинный изгибатель, длинные разгибатели. Но если у тебя не работают межкостные мышцы, которые стабилизируют их работу, у тебя также не будет функции. Поэтому здесь, вот в этом и заключается момент, что да, мышцы вроде бы и банально не могут быть слабые, хотя я могу сказать, что многие являются слабыми. Но в итоге вот эти функции, которые я только что перечислил, они приводят к нарушению функции. Но еще, наверное, что бы я сюда добавил, это то, что в нашей стопе порядка, я не знаю, когда-то кто-то их перечислил, я так и не сел пересчитать их, около 56 мышц, но самый важный момент в стопе, что каждая из этих мышц выполняет только одну роль. То есть да, они друг друга пересекают, кучу мышц могут друг друга дублировать, но значимая функция только одна. И обычно вот эти мышцы, и там 3-4 можно перечислить в слабе, они оказываются слабые, и они нарушают и функцию, и в итоге анатомию стопы. Слушай, у меня вот здесь, в том числе по поводу коллег, которые начали задавать вопросы, комментарии мы включили, как я обещал, вот по поводу варус и вальгус, может быть он быть врожденным, приобретен и так далее. Вот смотри, мы с тобой это знаем, но для коллег давай как будто бы не знаем, гипотетически проговорим. Вот если взять и иссечь все, допустим, с внутренней стороны мышцы, ну, к примеру, мышцу там, отводящую большой палец, мышцу, заднюю большеперцовую мышцу, переднюю большеперцовую мышцу, иссечь все связки области голеностопного сустава, у нас стопа завалится? Если мы при этом еще сохраним ногу или выстроим муляж, то есть или отрезанную стопу в ровное положение изначально и просто отпустим, и у стопы нет грубых нарушений, скорее всего стопа останется стоять. Даже более того, если на эту стопу чуть-чуть придавить, она, скорее всего, останется стоять. Слушай, ответил, коллеги, на всякий случай, для тех, кто не с самого начала смотрит наш эфир, следующий наш эфир будет в пятницу, ну, следующий, получается, в пятницу, и мы как раз там поговорим про диагностику, лечение и упражнения, потому что у нас этот эфир все-таки посвящен анатомии и биомеханики. И смотри, все-таки, отвечая на вопрос предыдущих, да, коллеги, может ли быть такого, что варус вальгус врожденный? То есть плоскостопие может быть реально плоской стопой? Ну, понимаешь, ты только что перечислил три противоположных термина, и я начинаю путаться. Давай наставим какая-то проблема. Из врожденных действительно деформаций стопы, которые есть в момент рождения, я бы отметил только одну. Это так называемое вертикальное расположение таранной кости, когда таранная кость стоит не вот здесь, как под углом небольшим, а когда она вот так отвисает вниз. И действительно стопа выделит плоской, да, то есть даже то, что я называю сводом, там тоже уплощено. Это единственный вариант, когда я бы говорил про реально врожденную проблему, да, то есть связанную с изменением как стопы, так и с изменением ее положения, да, то есть и свода. В остальных же случаях, ну, то, что вот прямо тянется от детства, но оно в детстве незаметно, так называемой межкостной коалиции, когда между вот этими костями возникают перемычки, которые мешают им двигаться. Но у новорожденного ребенка, и даже у ребенка, который начинает ходить, вы это не заметите, потому что особенность расположения стопы у них таковы, что вальгусная позиция у них норма. И только в процессе взросления, когда вот этот вальгус никак не уходит, она остается и уже считается деформацией. Поэтому, если убрать вот эти реально единичные случаи, ну, потому что встречаемость вертикального тарана это один на несколько десятков тысяч, да, то есть то врожденных вальгусов и варусов, я считаю, не бывает. И здесь для родителей, которые, как я понимаю, немножко просочились в наш эфир, ну, и замечательно, что они просвещаются, я бы сказал ту фразу, которую я говорю практически всем родителям. Вот все те деформации нижней конечности, которые вы видите у детей, в большинстве случаев это не вещи появляющиеся, а это вещи не уходящие. Потому что, как я уже сегодня говорил, стопа ребенка и вся нижняя конечность претерпевает очень сильные изменения, и патология формируется как раз, когда это не уходит и не формируется правильная взрослая анатомия. Я больше того скажу, я знаешь, когда если говорить про патогенез, во многих заболеваниях я выделил два типа. Первый тип это, что формируется не уходя, а второе, что формируется изначально нормальной анатомией. То есть здесь вот этот момент. Поэтому проворожденные патологии, если это не деформации, которые видны с первого дня рождения, скорее всего, все остальное нельзя отнести именно к врожденным. Все остальное приобретает. Коллеги, на всякий случай, Кирилл, спасибо большое. На всякий случай, еще раз, по диагностике, лечению конкретных заболеваний, то, что вы сейчас спрашиваете, у нас будет в пятницу эфир. Сегодня мы говорим только про анатомию и биомеханику. Обязательно готовьте вот эти вопросы или пишите их. Те же самые, которые вы сейчас задаете в комментариях, видео, которое у нас будет сохранено на нашем канале. Мы обязательно их проговорим, собственно, в пятницу с Кириллом Сеевичем. Слушай, у меня, знаешь, к тебе тогда вопрос следующий. Вот здесь где-то проскочил вопрос, на который, на самом деле, я его хотел задать. А если так получается, что, допустим, была какая-то травма, операция, там, врожденная какая-то патология, когда действительно подвижность костей области свода, давай так, свода стопы, она нарушена или вообще ее нет? Вот в этом случае может ли быть такое, что вообще анатомически, там, стопа не весь какая плохая, а пациенту ничего не беспокоит? Ну, если он будет стоять, то, скорее всего, да. А если он хочет двигаться, то вряд ли. И, в общем-то, есть огромное количество исследований, которые показывают, что фиксация любого сочленения, даже маленького, приводит к блокировке всей состанальной стопы. Поэтому здесь, наверное, вопрос, насколько дальше он человек будет двигаться. Потому что, безусловно, например, есть такие операции, как артродезы, когда фиксируются суставы, то есть делается неподвижное сочленение. С одной стороны, они делают благо, потому что человека перестают беспокоить постоянные боли. Но обычно это применимо у человека, который не собирается ходить, и тем более занимается спортом. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что какая-либо фиксирующая операция на стопе даст лучший функциональный результат, чем, скажем так, течение. Ну и плюс я тебе хочу напомнить, что я все-таки не ортопед, я ортопед, и очень многие вещи о сапидеи мне непонятны, и подходы, и диагностика, и лечение. Поэтому мне очень сложно парировать и общаться на уровне ортопедических терминов, потому что для большинства вальгусная стопа – это вальгусная стопа, а для меня вальгусная стопа – это один из 20 типов, которые я могу как бы расписать с разной диагностикой, с разным прогнозом и разным лечением. Потому что, как мы начали в самом начале, я оторвался от ортопедии, но не в сторону, а я ушел вглубь ортопедии и начал просто вот те факты, которые мы условно разбираем обычно в ортопедии, они для меня просто симптомы, а под ними лежат какие-то процессы. Вот я смотрю на них. И банальный пример, очень классный, с моей стороны с точки зрения анатомии, которую можно представить, ты, может быть, даже слышал эти тесты ортопедические. Тест Джека, тест Колеса, то есть есть такие ортопедические тесты. Эффект лебедки. Так самое интересное, что при тесте Колеса, при тесте Джека и эффекта лебедки происходит один и тот же анатомический процесс. И причем идентично один и тот же. И получается, что когда ты смотришь, опять же, возвращаясь к нашей теме анатомии, на ортопедист, с точки зрения анатома и физиолога, с одной стороны, вроде ты должен больше знать, но когда ты пазлы начинаешь правильно составлять, все становится гораздо проще. И вот поэтому здесь, я сам от этого страдаю, и сейчас страдаю от твоих вопросов, что вроде задаются хорошие вопросы, а что вы хотите от меня узнать в этот момент, да? Когда там для вас это одно слово, а для меня это 10 значений, да? То есть, поэтому здесь вот организация возникает так. В общем, вот здесь такой условно усаживающий тебя, в первую очередь, на место вопрос. В каком возрасте формируется стопа? Если взять полное формирование стопы, не считая ее роста, то стопа, то есть вот до этой кости, до тарана, я не беру выше, формируется приблизительно годам к восьми. Ну, ответил, я думаю, ответил. У меня тогда, знаешь, животрепещущий вопрос, связанный с биомеханикой, но отчасти заходящий в наш следующий эфир по поводу диагностики и лечения. Вот смотри, допустим, сейчас отнесись спокойно, но просто животрепещущий такой момент. У меня совсем недавно была такая ситуация, где я увидел. Есть пациент, который совершенно случайно ломает палец, ну, на ноге, допустим. Дальше. Да, этот палец фиксирует там, ну, неважно, скорее всего, это будет там либо лонгетированный, либо еще что-то. Фиксирует к другому пальцу для того, чтобы, ну, срослось, костная мозоль образовалась. Вот в данном случае, скорее всего, это необходимо будет носить, примерно вот эту историю, три, ну, давай так, две с половиной, четыре недели, в зависимости от того, кто там, это спортсмен или бабушка с полной аэропатией, допустим. Вот четыре недели пациент это поносил. Вот поносил в плане, ну, поняли. Значит, вопрос следующий. Четыре недели, по сути своей, не двигается, и, как ты верно отметил, перестает работать мышечный компонент. Вот получается, что у этого пациента автоматом дисфункция на анатомическом уровне возникнет, или не факт? Здесь нужно понимать, то есть возникнет дисфункция, это факт, именно поэтому нужны такие доктора, как ты, под названием реабилитологи. Для этого люди, которые работают при травмах или с травмах, с грамотным подходом, после снятия гипса или выписывания из больницы, тут же направляют к реабилитологу. К сожалению, у нас такая практика отсутствует, хотя, опять же, в том Советском Союзе, который я сейчас вспоминаю, была замечательная сфера, в которой я имел честь работать, врачебно-физкультурные диспансеры, где люди после травмы шли и разрабатывались. Поэтому ни для кого не секрет, что после снятия мобилизации или любого длительного обезвиживания, даже если просто в кровать лежать, возникает проблема, связанная с гиподинамией, в том числе и ослаблением мышц, тугоподвижности в суставах, то есть зависимость того, что было. Поэтому однозначно есть дисфункция, но, естественно, не на анатомическом уровне, а на уровне функционирования. Потому что есть такая схемка, которую я себе держу, которую часто говорю. Изменения, так же как и восстановление на уровне нейронно-мышечной связи, то есть управления, они изменяются и восстанавливаются в течение месяца. Короткий промежуток. Изменения с мышцами, они как возникают, так и восстанавливаются уже месяцами. Но если мы говорим про костные изменения, это изменения уже лет. Поэтому не нужно представлять, что если я беру косточку и говорю, что форма ее меняет, что она механически. Это гистологическая перестройка кости, естественно. Ага. Ага. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, у нас пока Кирилл подключается обратно, надеюсь, все у него получится. Кирилл, слышишь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алло, алло. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, собственно, еще раз, уважаемые коллеги, огромное спасибо за то, что вы нас увидели.